Книга «Открытым оком», вопрос 2734, 12 том. Иеремия, 23 глава, с 33 по 36 стих. Если спросят у тебя народ сей, или пророк, или священник, «Какое бремя от Господа?», то скажи им, «Какое бремя?» «Я покину вас», — говорит Господь. Если пророк, или священник, или народ скажет, «Бремя от Господа, я накажу такого человека, того человека и дом его», так говорите друг другу и брат брату, что ответит Господь, или «Что сказал Господь?», а этого слова «бремя от Господа» впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога Господа Саваофа, Бога нашего. Вопрос, что означает слово «бремя» и почему так строго наказывает Господь за это слово? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мне сдается, что этот отрывок сильно относится к православным, и особенно к старобрядцам, которые Бога представляют страшным и невыносимо грозным, и все слова библейские, бремя невыносимые для них, староведческого духа слуха. Так что у них в застарелую поговорку вошло, что кто читает Библию, тот обязательно сходит с ума, а если кто знает ее, то это ему сатана дает такие знания по Библии. Для них Библия – это тяжкое бремя. Вот так же и пророки в Израиле. Приучили народ, что если Бог что-то говорит, то только с горы гевал, с позиции проклятия, а доброго от Бога не дождаться. Жили мирно, и чего этому Богу нужно от нас? Как только что скажет Иегова, так на их головы безвинные беды и посыпались. И стали они смотреть на любое послание от Бога, как на бремя, на тяжесть, на нестерпимую горесть. Они от Бога никогда не ждали ласкового и приятного слова, облегчающего их жизнь. Бог есть любовь, всегда и во всем, а у них он был злым и мстительным тираном. Вот за такую характеристику Богу он угрожает им истреблением. Первое царство, 25.3 Имя человека такого навал, он человек жестокий и злой. Матфея, 25.24 Подошел и, получивший один талант, и сказал, Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Стихотворение Бойся, строитель кирпич упадет, и небо обрушится до горизонта. Боится рыбак, чтоб проломится лед, На дне оказаться, возможно, с просонок. Себя невозможно никак сохранить, Предусмотреть катаклизмы, злодейства. Хотелось бы к цели дорогу спрямить. Такие мечтания крадутся из детства. Так шатки, увы, ненадежды колеса, И крылья опору теряли не раз. Планы, программы стоят под вопросом, На все, коль взглянуть, беспрекрас. Рушатся скалы, срываясь в провалы. Не вечной религии строй и идеи. Есть голос иной, нас с креста он позвал, Врагом обнаженный, но нас он оденет. Надежные пристанища трудно найти, Настолько, чтоб верным был и безобманным. Единственный он во вселенной один. Опасности нет с ним, взабвения канут. Случайного нет ничего на земле. У Бога записано все изначально. Как страшно, не реки лишь стали мелеть. Церковная власть да нельзя измельчала. Всесильный, всезнающий наш вседержитель. Как видим, любя допускает несчастье. Без всякой причины в свидетелях мститель. И рвет показаниями сердце на части. Молитва, интимная связь с божеством. Фундамент, опору заводит под нас. Скрепляет события строгим постом. Испытано нами все это не раз. С постели восстав, ограждаюсь крестом. Отдел сатаны и его отрекаюсь. Мне дьявол готовил с утра холокост. Но вдаль убегают Иуда и Каин. 2005 год. Игнатий Тихонович. Лапки.